Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак... В Подмосковном Раменском состоялось первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняло участие почти 270 спортсменов. Нынешние юниоры – это резерв взрослой команды. И многие из тех, кто вышел на татами в Раменском, в 2024 году могут выступать и на Олимпийских играх. В командном зачете лидерами стали дзюдоисты Подмосковья. Мы же отметим орловскую спортсменку с ингушскими корнями Марину Яндиеву, занявшую в своей категории второе место. 24 и 25 октября в Ливнах прошли соревнования по пауэрлифтингу. Это был открытый лично командный чемпионат Орловской области. Приседания, жим, тяга, грохот от штанг, падающих на пол физкультурно-здоровительного комплекса. Участники традиционно были разделены на весовые категории, но вот что любопытно. Некоторые из них готовились к соревнованиям на онлайн-тренировках по причине коронавирусных ограничений. Первое место в весовой и абсолютной категориях у Станислава Вишнякова. И да, 21 ноября в Орле должен пройти чемпионат Орловской области по жиму лёжа. А теперь выйдем из спортивных залов на воздух и на воду. Ведь Орловская федерация парусного спорта подвела итоги 9-й студенческой парусной регаты «Регион-57». Она была посвящена 250-летию чесменского сражения, а ещё 100-летию русского исхода на креселе «Орёл» и 75-летию окончания Второй мировой войны. В связи с запретом проведения массовых мероприятий, гонки проводились без зрителей, с пересадкой экипажей и в каждой группе в разные дни. Сделано это было по рекомендации областного управления физкультуры и спорта, которая касалась разведения участников соревнований по времени их стартов. Итак, гонялись спортсмены в классах яхты «Луч Стандарт», «Снайп», «Луч Мини», «Оптимист» и в классе «Виндсерфинг». На воду вышли студенты из ОГУ имени Тургенева, школы Олимпийского дезерва номер 10, финансового университета, Петрозаводского горного университета, химико-технологического университета имени Менделеева, Московского авиационного института и ряда других вузов. В командном зачёте первое место занял ОГУ. А у меня на этом всё. Будьте сильны и здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok